добрый день друзья хочу вам сегодня показать очень интересный нож клинок нож этот скорее всего испанский женский нож так называемый и изготовлен он полностью из серебра почему я знаю что полностью серебра потому что я носил его собственно в ломбард его проверяли и да действительно нож этот весь серебряный как мы видим он изготовлен в виде змеи вот такой вот да здесь скорее всего была голова какая-то вот и в общем клинок волнистый да по-другому он называется пламенеющий клинок или еще есть название у него крис ну в европе эти клинки не называют крисами да потому что крис это в первую очередь клинок азиатский если быть точнее индонезийский вот здесь вот мы видим тоже пламенеющий такой клинок клинк нож этот скорее всего женский использовался он в качестве защиты от нападения там благородными дамами скорее всего почему потому что клинок серебряный поэтому дорогой скажем так серебро в да и сейчас то она не дешевая раньше было вообще-то очень дорогое если приглядеться то мы видим здесь вот такие вот шпильки это шпильки медные дело в том что ну как мы видим рукоятки нету скорее всего она была какая-то либо деревянная либо может быть из рога ну из какого-то материала который как мы видим сгнил за временем лета плюс вот здесь вот тоже что-то было просто ну какие то вот тоже вот такие вот шпилечки просто они опять же за старостью лет полностью все сгнили и прекратили свое существование белый налет оставался какой металл к сожалению был я так и не сообразил вот видите даже еще тут немножко остался такой вот белый налет нож как мы видим очень и очень такой странный я бы даже сказал что быть может он выполнял роль какого-то ритуального ножа если не женский нож до с удовольствием послушаю ваше мнение господа хорошие может быть что-то в комментариях напишите будет очень интересно ну покуда я считаю что это все таки женский нож где-то 17 18 нет ну давайте 18 19 век и использовался он женщинами в качестве ножа под подвязкой так называемого ну вот такой вот необычный старинный серебряный нож подписывайтесь друзья на мой канал ставьте лайки всего доброго